Капусту Конопля приносит деньги, а капусту просто едят. Широко распространенное мнение о том, что огурцы, помидоры, кабачки и тыква – это самостоятельные овощи, глубоко ошибочно. Последние исследования доказали, что все это представители одного рода – бразика, тоталис, капуста всеобъемлющая. Нечего тут спорить. Сказано, ученые доказали – сиди, ешь, не вякай. Веками человечество использовало коноплю не по назначению, бездарно. Не, ну ты представляешь, паруса из нее делали. Но обалдеть можно! Какое бабло! На мачтах висит и моря рассекает. Ну, слава богу, нашелся один умный человек. Естественно, англичанин Джеймс Уатт его звали. Он придумал пар. Ну, в смысле, пар придумал не он, его домохозяйки на кухне с утра до вечера наблюдают. Уатт придумал, как на этом паре ездить можно и плавать. Летать еще хотел, но не вина англичанина, просто время еще не пришло. А вот парусов время ушло. И вот, наконец, конопля обрела подлинное место в человеческой культуре. Сколько песен про нее спета, а сколько ею навеяно, сколько стихов написанных прочей дури, сколько картин намалеванных гуашью, маслом. Про киному вообще стыдливо умолчил. Сколько душ с обувием, несчастье на числа. Ну, конопляет вам не капуста. Капусту жри, не жри, до точки сборки не доберешься. Хоть под кастанеду, хоть с майонезом. Только мамонна растет и жопа размером с дебаркадер. Конопляет. Ширанулся и улетел. Без пара, без парусов. Прямо в точку сборки. Без мозгов, без прошлого, без будущего. С концами. Там, говорят, хорошо. Светится все. Ангелочки поют и пирожки с маком раздают. Кайф, короче. Правда, все, кто это говорит, или в психушке, или в гробу. Пробовать будете? Сейчас. . . . . . . Продолжение следует...